Ну что ж, перейдем к другому нашему спектаклю. «Маскарад» в Театре Российской Армии в постановке Нины Чусова. Здесь роль Арбенина играет Александр Домогаров. Большая роль в классической пьесе, большой артист. Наверное, имеет смысл говорить об этапе в творческой биографии артиста. Бесспорно, это большой этап. Это тоже юбилейный спектакль, тоже сделанный к 60-летию. И очень интересно сравнить двух этих Арбениных, они совершенно разные. Для Александра Юрьевича Домогарова это красивое подведение определенного, во-первых, итога. И красивая, очень театральная, стильная история в том смысле, что он начинал когда-то с роли Звездича в Театре Российской Армии в спектакле Леонида Ефимовича Хефица, где репетируем вместе с Олегом Борисовым. И сегодня он играет Арбенина. Это такой вот какой-то завершенный круг, завершенный этап. И это, конечно, вызов для актера, который должен вернуться на эту большую сцену в сложной, большой романтической роли и этот зал взять. И тут я, это тоже будет как-то спойлер, должна сказать, что я бываю в Театре Армии периодически, и, ну, не на всех спектаклях я вижу все заполненные, там, я не знаю, ложи, ярусы, ряды. На спектакле «Маскарад» с Домогаровым все билеты проданы. И меня это радует не только потому, что зрители любят Домогарова, а еще и потому, что зритель смотрит не Рея Куни, а приходит все-таки смотреть Лермонтова. Вот любопытно, классический поэтический текст. Некоторые говорят, что сейчас поэзия не звучит. Артисты не умеют читать поэзию, поэтому ее переиначивают, пересказывают прозой, но здесь текст не изменен. Я очень хорошо помню Александра Домогарова, его восхитительное существование все равно до Бержераки в Моссовете. Вот здесь поэтический текст Лермонтова. Силен ли в нем артист? Вы знаете, мне кажется, что он же очень болел этой роли, он очень хотел сыграть Арбенина. Он много готовил эту роль, долго размышлял над ней, возревал. И сейчас он находится на пике формы, готовности для того, чтобы играть Арбенина. Плюс очень важно, что он всю жизнь как актер борется, мне кажется, со своими внешними данными в том смысле, что он нередко, когда очень красивый актер, все считают, что это все, что есть. А здесь Домогаров в очередной раз доказывает, что он крупный артист, что он актер очень хорошей школы, что он очень профессиональный. Самое главное в этом спектакле это то, что он намеренно существует в манере исторического контекста. То есть для него очень важно, чтобы этот текст звучал, чтобы была преемственность в том, что сегодня он играет Арбенина после романтического Юрьева. Или мы знаем, что когда Лермонтов написал эту пьесу, мечтал сыграть Арбенина наш великий трагик Мачалов, но не мог играть из-за цензуры. Вот эта связь, связь историческая, и большой артист, который очень хорошо, очень интересно, сложно, содержательно играет эту роль, она, прежде всего, мне кажется, важна. Маскарад всегда очень красивый спектакль. Декорации, костюмы, над этим много работают. Как здесь получилось? Хороши ли декорации, скажем так, и взят ли исторический стиль или какой-то современный? Надо сказать, что Нина Чусова сложной очень создалась структура у спектакля, в том смысле, что она решила поиграть с эпохами, поэтому в этом спектакле может возникнуть у неподготовленного зрителя некая путаница. Актеры существуют, они все из разных времен. То есть Нина и Звездич – это люди 19 века, как по пьесе. Бронесса Штраль – это героиня 20-х годов, в какой-то вообще эры Золотого века Голливуда. И не знаю, чем это вызвано, наверное, тем, что она какая-то такая передовая для своего времени была женщина, и вот ее перенесли. Вы видели Анастасию Стоцкую в этой роли? Анастасия Стоцкая, да, играет эту роль в такой вот немножечко манере, я бы не сказала даже, что трагического театра, а какого-то другого. Там есть два состава. Там есть Анастасия Бусыгина, но вы видели Стоцкую. Я видела Анастасию Стоцкую. И сам Арбенин – это человек, который, с одной стороны, вроде как для нас человек из 19 века, ну уж он настоящий романтический герой, это не сегодняшний какой-то интеллектуал, не готовый к вызову, который ему бросает судьба. Нет, тут все в порядке, он абсолютно на месте, согласно каноническому представлению. С другой стороны, есть отсылка к тому, что это человек из 90-х. Когда он приходит играть, это хорошо узнаваемый каждому тип такого вот неблагонадежного, какого-то крупного человека, да, с темным прошлым, вот такого из 90-х годов. Мне кажется, если отвечать на вопрос, зачем это мне не чувствую понадобилось, мне кажется, что ответ прост. Ей важно, чтобы «Лермонтовский маскарад», во-первых, звучал, и очевидно, что этот текст, который мы уже проводим не одно столетие рядом, он важен, нужен и все равно актуален. И кончий праздник, и верно, маскарад, и бельгарно. Да. Но что по этим? Я очень рад. Ну что ж, важный вопрос для театра. Как быть с великими романтическими сюжетами из прошлого, выраженными в прекрасной поэзии? Выясняется, что они очень хороши в современном пересказе, в современных фантазиях, и очень хороши в своем первозданном виде. С вами был я, Дмитрий Трубочки, наш эксперт, театровед, театральный критик Алла Шевелева. Это были «Новости театра». Смотрите нас через неделю и ходите в театр. В театре не скучно. Редактор субтитров А.Семкин